Привет! Вы смотрите передачу Высшей крыши. Наши новые сюжеты так и просятся в эфир. Так что давайте уже смотреть анонс. Сегодня в программе. Вначале побываем на слете скаутов. Затем посмотрим, как встречали лето в одном из дворов нашего города. Узнаем, как дети проводят время в летних лагерях. Ну а в конце конкурс ведущих. Не переключайте! И пение птиц, и зеркало озера, и лес – все способствует тому, чтобы детвора набирала сил и здоровья, отдохнула от учебы в школе. Для этого уже в 14-й раз скауты из разных уголков Украины собираются на слет. Место встречи изменить нельзя. Традиционно в селе Красно в первые летние деньки можно наблюдать множество туристических палаток и огромное число детворы. Мне, как учителю, интересен этот лагерь, потому что, вы знаете, ребенок дома один, в школе другой, а в походе он такой, как он есть на самом деле. Поэтому мне очень интересно наблюдать за детьми, за их развитием, за тем, как они чего-то хотят и добиваются этого, или же наоборот не добиваются. Как они умеют побеждать и проигрывать. Как они учатся жить. У вас в отрядах были совсем маленькие. Вот как им удалось здесь справиться с трудностями? Позвольте с вами не согласиться. Они уже второй раз на этой программе. В прошлом году они после второго класса были здесь. И прошли испытания и ветром, и дождем, и солнцем, и программой, и друг другом, и мною. Поэтому они уже закаленные ребята. На базе Красноармейского учебно-воспитательного комплекса работает областное объединение всеукраинской скаутской организации, которое в этом году вошло во всемирную организацию скаутов. Этот слет уже в который раз проходит благодаря именно этому объединению. Поход под названием «Зов прери» проводится по сюжету книги Киплинга «Маугли». Здесь ребята играют разные роли, проходят испытания, знакомятся с природой. Я возглавляла патруль «Скаут-Лайф», и мы проходили два дня активитеты. По этим активитетам мы многого научились. Мы научились вязать узлы, лазить по веревкам, переходить болото. Носил дрова, помогал костер полить. Мы говорили о том, что надо делать, когда потерялся в лесу. Что нужно делать? Нужно кострами сделать сигнал СОС, иметь с собой всегда связь по телефону, брать с собой компас и еду. Не обошлось без курьезов у нас. Например, один мальчик, так сложно складывать в палатке свои вещи на место, потеряв фонарик или что-то там, не помню что, по телефону вызвал родителей. Родители тут же примчались найти фонарик. Андрей Рассказов в «Скаутском движении» уже 20 лет. Сейчас он посещает подобные слеты в лице инструктора. Ему есть что рассказать и показать заинтересованной детворе. Пребывание в условиях дикой природы является пребыванием в условиях, говорится, враждебных. Потому что здесь каждый сучок, каждая палочка, каждая бактерия, она опасна для человека. Дабы они просто-напросто не мешали, или мы им не мешали, скажем так, это будет более правильно. Нужно знать, как этим всем пользоваться. Я вообще себя чувствую на природе гораздо комфортнее в лесу, чем среди людей в городских условиях и тому подобное. Потому что здесь гораздо больше единомышленников, людей, с которыми гораздо легче, проще общаться. То есть, которые гораздо адекватнее себя ведут, чем в цивилизованном, скажем так, мире жизни. Андрей совершал походы на Кавказ, Карпаты. Приходилось даже жить несколько дней в палаточном городке под дождем. Для туристов это нелегкое испытание, хотя очень захватывающее. Больше всего, конечно, понравилась Карелия. Когда ты рвешь ягоду, и с другой стороны рвет ягоду лось. Тогда просто-напросто думаешь, первая мысль у коровы. Корова оказалась лосем, который потом убежал. Питание у скаутов тоже особенное. Все приготовлено на костре. Изысканных блюд нет, но голодным здесь не останешься. Кулинара в туристическом городке хватает. Мальчишки, девчонки все тут умеют готовить. Все тут равноправные. Каждый дежурит по очереди. А кормят тем же, чем и дома. Борщами, кашками. Только все это готовится на костре. На костре, как всем известно, все вдвойне вкусно. Что, умеешь борщ варить? Конечно. И вот долгожданный момент. Закрытие скаутского лагеря. У всех торжественное построение. Патрульские обещанные колодки к построению готовы. Больных раненых нет. На линейке поздравили тех, кто сумел пройти все испытания, подготовленные организаторами. Домой ребята отправляются с врученными нашивками, грамотами и огромным багажом приятных впечатлений. В таких походных условиях ребята жили здесь на протяжении четырех дней. Кушали кашу, приготовленную на костре, жили в палатках. Одним словом, модникам и модницам здесь было не место. Вот и наступило долгожданное лето. Три счастливых месяца отдыха. Как встречали любимое время года на одной из дворовых площадок Красноармейска, узнаем из следующего сюжета. Начало лета, день защиты детей и день рождения детской общественной организации Капитошка Плюс. Именно эти три прекрасных повода послужили причиной проведения праздника для детей во дворе пятого дома в переулке Колосова. Что их ждет, это ждет их клоуны, игры, всякие состязания. Награждение разных призов у нас будет три номинации смелый, активный, голосистый. Также будет там и призы, которые мы приготовили, и розыгрыш суперпризов. Это то, что мы приготовили им сегодня, для того, чтобы они могли порадоваться в этот праздничный день, опраздновать вместе с нами год в нашей организации и весело провести время с хорошим настроением. Выйти во двор, беззаботно гулять со своими друзьями, раскачиваться на качелях, играть в догонялки, подтягиваться на турнике. Что может быть лучше для ребенка? Ну разве что, если ко всему перечисленному добавить клоуна с подарками. Громкая музыка и задорный смех собрало во дворе немало желающих увидеть настоящий праздник детства. Ребят разных возрастов, молодых мам с детишками в колясках. Не обошлось и без взрослых. Правда, они наблюдали за всем происходящим в сторонке. Детвора увлеченно принимала участие в конкурсах на меткость, ловкость и прыгучесть. Но главное, чего все ждали с большим терпением, это конкурс караоке. Мне нравится петь караоке, потому что это интересно и весело. Мне, в принципе, нравятся все песни петь. Я люблю очень петь караоке, правда, Капитошка Плюс, он мне очень нравится, всякие призы, и еще можно дает возможность насладиться песнями и поплатить свою мечту в жизнь. Чаще всего я пою для себя, для родителей и бабушки. Я сегодня пришел посмотреть караоке, но сам петь не люблю, как по-друге просмотреть пришел. Любишь ли ты петь в караоке? Конечно, я всегда это любил, это было как бы мое пристрастие с самого детства. И дворовые караоке, это как бы, ну, не знаю, воспоминания о детстве, что ли. В детстве многие воображают себя звездами, и стоя перед зеркалом с расческой в руках напевают известные хиты. То же самое в этот день мог сделать каждый желающий ребенок, но только уже перед зрителями и с настоящим микрофоном. Пой, частушка, бабка, ешка, пой, не разговаривай. Я была на веселе и летала на медле, вот сама не верю, я в мальчишку и верю я. Так здорово смотреть на радостные и смеющиеся лица детей. А чтобы они чаще улыбались, для них нужно почаще устраивать подобные мероприятия. Для этого взрослым необходимо не забывать, что им тоже когда-то было 5 лет. Отдыхать летом можно по-разному. Уехать к морю или в лес. А вот у детишек Красноармейска есть возможность отлично провести время и не выезжая за черту города. Для школьников Красноармейска были созданы специально летние лагеря. Лето самое любимое время года для детей, ведь заканчивается учебный год и наступают каникулы. Как провести их с пользой, знают в летних лагерях, которые уже не первый год действуют в Красноармейске на базе детского методического центра христианского православного просвещения, физкультурно-спортивного комплекса «Олимпийский» и начальной школы Красноармейского учебно-воспитательного комплекса. Первая лагерная смена длится 18 дней. За это время успеют оздоровиться более 170 детей. Одним из направлений деятельности благотворительного фонда является создание условий для оздоровления детей. Именно поэтому вот уже более 10 лет во время летних каникул на базе структурных подразделений благотворительного фонда открываются детские оздоровительные лагеря. Особенностью наших лагерей является то, что они тематические. Так, лагерь, который работает в духовном центре, православно ориентированный. Тот, который работает на базе ФСК, спортивный. А первая смена лагеря в Ковыка – путешествие, в гости к лету, так она называется. Педагоги, вожатые, работники кухни, медицинские работники, кольторганизаторы и физруки стараются сделать все возможное, чтобы лето прошло с пользой как для души, так и для тела наших детей. Здесь все как в настоящем лагере. Отряды с девизами, утренние зарядки, спевки, всевозможные конкурсы, в которых дети могут раскрыть свои таланты. Задача нашей смены – такое вот игровое задание – собирать таланты. Детям была рассказана история о том, что раньше талантами назывались монетки. Ну а вообще талант – это умение человека что-то особо хорошо делать, данная Богом, какая-то способность. Ну и самое главное, самый главный талант, самый важный – это, конечно же, доброе сердце. Если будет у нас доброе сердце, то и поступки, и дела, и слова – все будет очень доброе. Каждый день буквально расписан по минутам. Для детей запланирована богатая игровая программа, походы, турниры по шахматам, шашкам и настольному теннису, интеллектуальные и познавательные викторины, тренировки в бассейне, спортивные эстафеты. Здесь некогда скучать. Главная цель нашей работы – это чтобы дети, в первую очередь, оздоровились, отдохнули полноценно и приобрели новые впечатления, новые знакомства. Каждый день построена у нас согласно графику работы. То есть у нас различные мероприятия творческого характера, также большая часть – это спортивные мероприятия. КОНЕЦ Мне очень нравится в этом лагере. Здесь дружно, весело. Я уже не первый год сюда хожу. Мне нравится то, что тут всякие хорошие и дружные мероприятия, и тут весело. Мне нравится здесь играть в футбол, с детками гулять. Я сюда приехал, чтобы отдохнуть, поиграть с друзьями, найти новых друзей. Много интересных игр. Мне нравится тут находить новых друзей. Я пришла сюда с подружкой, мы с ней находим новых друзей. Мы ходили в парк, нам там давали мороженое. И мне вообще нравится в лагере. Мне нравится в лагере, потому что мы здесь смотрим мультики, спим, гуляем. Сегодня мы делали закладки, мы в игры здесь играем, поем. Я уже третий раз прихожу в этот лагерь, потому что мне здесь очень нравится. Можно найти хороших друзей и не скучать, ну, чтобы не сидеть дома. Тут есть верные друзья, которые всегда тебя поддерживают. Тут очень весело, никогда не грустишь. Веселые забавы, подделки можем делать, играть, соревноваться. Можно гулять, играть на компьютерах, спать, ходить на завтрак, на обед. И там очень вкусно кормят. Однако ребята не только развлекаются. Большое внимание уделяется просвещению подрастающего поколения. Проводятся православные беседы, уроки доброты, дети ходят в храм. И происходят важные вещи, формируется личность, духовная и глубоко нравственная. Почти наш, если сильный бесед, Возвратится имя Твое, Кто видит царствие Твое, Кто будет Твой родной. Ребята учатся совершать добрые дела, Рассуждают о дружбе и любви. Многие уже не первое лето в лагере, И возвращаются сюда с удовольствием. А что может быть лучше, чем возможность найти новых друзей, С которыми интересно и весело, И время проходит совсем незаметно. Наш лагерь лучше всех! Новые претенденты на роль ведущих программы «Выше крыши» Артем и Виталик. Мальчишки знали, что их будет двое, когда шли к нам на пробы. Но вот кто именно достанется в пару, понятия не имели. Ребята искренне удивились, встретившись на съемке. Оказалось, что они знакомы и гуляют в одном дворе. Девятилетний Артем – футболист. Он обожает гонять с мячом. Недавно его команда стала победителем в городских соревнованиях. Журналист должен быть удачным. Журналист должен задавать вопросы, И записывать все вопросы, которые он задавал людям, звездам. Он должен быть общительный, неленивый. И должен учиться еще в школе. Хорошо. Чтобы быть журналистом. Виталику 11 лет. Он увлекается иностранными языками И учится в музыкальной школе, игре на пианино и скрипке. Журналист должен все время задавать вопросы людям, Любые, которые… Я не знаю. Журналистам бывает приходится работать в необычных условиях. Съемки репортажей могут проходить в разных местах. Поэтому журналист должен быть готов работать в самых неожиданных ситуациях. Заданием Виталика и Артема было забраться на дерево И оттуда рассказать текст, который мы им вручили. Одно дерево на протяжении года вырабатывает столько же кислорода, Которого хватает для семьи из трех человек на протяжении того же года. За 12 месяцев дерево поглощает столько же углерода, Сколько автомобили вырабатывают за несколько километров. Не так-то просто выучить и рассказать текст. А когда тебя снимают два оператора, то вдвойне непросто. А сидя на дереве втройне. Самые разные деревья растут на земле. Например, в Красноармейске есть одноклассное сгнутое дерево. Из среднего дерева можно сделать 170 тысяч карандашей. Все мальчишки в детстве любят лазить по деревьям. А когда вырастают, все равно продолжают это делать. Наш оператор Саша уже взрослый, но ему захотелось забраться на это дерево. После того, как все спустились на землю, мы отправились в тренажерный зал. Сильный и разговорчивый журналист. Так можно назвать второе испытание для ребят. В кадре нужно было одновременно говорить и делать упражнения. Тренажерный зал – это один из способов держать себя в тонусе, корректировать свою фигуру и выглядеть на все сто. С упражнениями проблем не возникло, а вот с текстом пришлось попотеть. Регулярные тренировки в тренажерном зале помогают добиться желаемого результата, укрепить мышцы, похудеть или наоборот поправиться. Уметь расположить к себе человека, наладить с ним контакт – важное качество для любого корреспондента. Третьим заданием ребят было взять мини-интервью у оператора нашей передачи и редактора. Скажите, пожалуйста, что вы делаете на своей работе? Снимаю. А когда вы первый раз брали камеру в руки? В сентябре позапрошлого года. Что вы снимали? Сюжеты, новости. Спасибо за внимание. Чем вы занимаетесь на своей работе? Ну, в основном исправляю ошибки наших журналистов, тексты редактирую. А почему вы на эту работу пришли? Потому что мне всегда нравилась филология, русский язык, украинский язык, литература. Какие часто ошибки бывают? Грамматические и стилистические, всякие. Вот так произошло знакомство двух мальчишек с профессией журналиста. Виталику понравилось настолько, что он даже подумывает о том, не пойти ли ему в редакторы. Как тебе вообще сегодняшний день, задание, которое мы для вас приготовили? Мне очень понравился сегодняшний день, и я хочу еще сюда прийти, если честно. А что тебе больше всего понравилось? Задание в тренажерном зале особенно. И первое. И третье. Все задания понравились. Все они по-своему разнообразные. И ты хочешь быть журналистом все-таки после всего, что мы тебе придумали делать? Да, я хочу. Я хочу быть журналистом, редактором. Сегодня ты почувствовал себя журналистом хоть немножко? Да, почувствовал. И как, тебе понравилось? Да, понравилось очень даже. А как задания? Тяжело, легко тебе выполнялись, которые мы придумали? Среднее. Среднее тяжело. А скажи, а какое тебе задание больше всего понравилось? Все понравились задания. Девчонки и мальчишки, желающие попробовать себя в роли корреспондентов, приходите к нам в телекомпанию. И, возможно, именно вы станете новыми ведущими. Будь выше этих мыслей без ответа. И сердце будет биться просто так, когда в душе наступит лето. Прошу, ты не верь моим словам. А мне бы понять, бы себя понять. Но сверху неба кружит этот мир опять. Мой путь укажет тайным светом, зодиак. Поверь, прости. Да будет так. Гори, но падая вниз, не смотри. Такая игра моя лишь для тебя. Бэйби, я лов ю, я лов ю. На ощупь догоняяя свет, Летим искать один ответ. Запоминаю все слова лишь для тебя. Бэйби, я лов ю, я лов ю. Бэйби, я лов ю. Попробуй угадать по силуэтам. В тумане, где мерцают маяки. Где сердце глобус кружит ветром. Найди меня по линиям руки. А мне бы понять, бы тебя понять. Чтоб чувство время снова обратили и спять. Найти в пути по звёздам этот нужный знак. Пора понять. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Гори, но падая вниз, не смотри. Такая игра моя лишь для тебя. Бэйби, я лов ю, я лов ю. На ощупь догоняяя свет, Летим искать один ответ. Запоминаю все слова лишь для тебя. Бэйби, я лов ю, я лов ю. В пультате исчезнет звук. Я прочитаю по губам. Пусть в тишине уснёт огонь. По слоям льда жива вода. Прохладный радужный восход. Усталый пламенный закат. Я буду помнить каждый мир. И продолжать любовь искать. Да будет так. Гори, но падая вниз, не смотри. Такая игра моя лишь для тебя. Бэйби, я лов ю, я лов ю. На ощупь догоняяя свет, Летим искать один ответ. Запоминая все слова лишь для тебя. Бэйби, я лов ю, я лов ю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот и всё. Наше время истекло, пора прощаться. Весёлого вам времяпровождения. До следующей пятницы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!